Ладно, поехали дальше. Следующее задание. Так, а следующее задание у нас где находится? Находится оно, да, вот оно недалеко. Еще одно испытание, ребят. Какое самое было сложное? Ну, вот это было самое сложное пока что на данный момент. Какое самое интересное? С кабанами, безусловно. Не проходите мимо, прославленный почетный рыцарь и лучший проводник Таевата Пайма. Ну, умоляю, помогите мне. А, неужели кто-то Паймон так называет? Паймон уже стала знаменитой. Погоди, а мы уже встречались. Мы виделись в зале штаба Орда Фавониус. Да-да-да, я Берн Трехард из Орда Фавониус. Отношусь к отряду поставок под командованием Герты. По правилам приличия мне стоило сначала получше подружиться с тобой, а уже потом просить о помощи. Но время на исходе у меня нет выбора. Прошу тебя, спаси нашу благотворительную ярмарку. Спаси? Благотворительная ярмарка, кажется, Джин упоминала о ней, что случилось. Мы планировали открыть лавку на празднике вина. Вся мора, полученная от продажи, должна была пойти детям и старикам, окажавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Того, кто откроет лавку, определили с помощью лотереи, и так уж получилось, что выбрали меня. Я не хотел провалить задание, поэтому многих просил о совете, но обычно я занимаюсь доставкой и складированием товаров, и я никогда не занимался продажами, не говоря уже об управлении лавкой. Поэтому я прошу вас помочь мне. А, в этом есть смысл, да. Да-да-да, мы... с нами можем... с нами можешь не стесняться. Ты говоришь, что благотворительная ярмарка направлена на поддержание детей и стрельков Монштадта, а это очень важно. Является почетной рыцарей... Макси Плей является почетным рыцарем... рыцарем. А я старый друг ордена, так что мы с радостью тебе поможем. Да, поможем, чем сможем. При... много благодарит, значит так. Значит так. Для начала мероприятия нам нужно подготовить винный студень. Это будет базовым капиталом нашей лавки. Окрестные торговцы вином остро нуждаются в винном сырье. Если мы продадим им сырье, то мы получим много винного студня. Кроме того, некоторые иностранные гости во время праздника вина собираются закупить алкогольные напитки в большом количестве, поэтому они ищут посредника, который поможет им с этим. Они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и не скупятся на деньги. К тому же с торговцами вин можно договориться по ценам. Разница в цене и будет вашей оплатой за труд. А на эти деньги мы сможем купить винный студень. То есть нам нужно предоставить виноделам сырье, а заморским гостям помочь оформить заказ и договориться о ценах, так? Все не так уж и сложно, так что поехали. Мы как раз умеем этим заниматься. Правда? Это просто прекрасно. У меня тут есть один заказ господину Шевирму, и Сумеру нужно 50 ящиков праздничного сока. Этот напиток можно купить в киоске Доля Ангелов, владельцем которой виляется Георг. Господин Георг добрая душа, но не стоит пользоваться его добротой. Хорошенько подумайте над ценой, прежде чем предлагать ему сделку. Я продолжу сооружать лавку, а вы подходите ко мне, когда соберете достаточно количество вина у студня. О материалах для лавки не беспокойтесь. Я уже связался с поставщиками, так что они отправят товар, как только получат муру. Хорошо, тогда разделимся. Разделимся, ты займешься подготовкой лавки, а сбором средств поручи нам. Ааа, вы меня выручили, спасибо. Так, я понял, в чем будет заключаться данное событие, просто побегать. Ага, ну давайте, поторговаться сначала. Привет, Георг, мы представители господина Швирма, и хотим заказать 50 ящиков праздничного сока. Ааа, господин Швирма, он мой старый клиент, и обычно он всегда заказывает одинаковое количество. Ладно, так, какое ваше предложение в этом году? Ох, наконец-то. У нас есть несколько попыток, да, смотрите, вот сердечки. Так, давайте-ка мы ему дадим 14, самый минимальный, 1 спецоц, я думаю, что давайте 1.12. Это шутка такая, это господин, ну это шутка, я понял тебя, ну давайте немножко побольше. Ну, наверное, 13 тысяч, да? Ну, клан. Цена не слишком подходящая, но это надежный клиент. Давайте заключим сделку. Я, как всегда, доставлю товар прямо до порога лавки господина Швирма, не беспокойтесь, просто сохраните квитанцию. Хорошо, мы продолжим сбор средств, ведь нам нужно как можно скорее найти достаточно винного студня. Бернхарт сказал, что мы сможем собирать средства любыми меметами, после того, как заморские гости разместят заказ, мы получим свою плату за труд, и нам не придется продавать торговцам сырье для вида. На всякий случай, давай сходим и к другим торговцам. Да. Оу, е. Оу, е. Ну, пока что смотрится картинка офигенно классная. А, Макси Плей Паймон, и вы тут, оказывается. А, Барбара, что ли? Привет, щеки. А она-то здесь каким боком? И вас с праздником. Праздник вина, один из самых популярных праздников в Манштадте. Я очень рада встретиться с вами, надеюсь, вам тут нравится. Кстати, я слышал от Георга, что вы собираете винный студень, это правда? Мне любопытно, вы помогаете благотворительно ярмарке ордена. Ага, ведь мы же сами лицерерны Фавониус. Сейчас лавка еще не открылась, поэтому ездим туда-сюда и собираем средства. Мы не знаем, какие проблемы валятся на нас после открытия лавки, но мы обязательно справимся. Какие вы молодцы. Вы непременно добьетесь небывалого успеха. Спасибо за поддержку. Раньше, когда орден проводил благотворительную ярмарку меньшего масштаба, я всегда помогал. Обычно я стояла возле лавки и пела песню. Кстати, и тогда же я познакомился с Бардом Венте. Он еще предложил мне спеть вместе. Играет он просто изящно, поэтому вначале я только тихо подпевала ему, опасаясь нарушить его ритм. Но затем я подстроилась под него, и вскоре мы запели в унисон. В итоге публике это очень понравилось, и товар стал прекрасно продаваться. Ах, оказывается, Барбара пела вместе с бродяжкой. Мне бы хотелось послушать. Но, к сожалению, в этот раз у меня не получилось, Вова со временем. Во время праздника вина Церковь Агония собирается устроить концепт в очень красивом месте, и мне нужно репетировать. Ну ладно, ничего страшного. Мы занимаемся такими же важными делами, и Пайман уверен, что мы все прекрасно справимся. Спасибо вам. Жалко, что я не могу спеть, но я постараюсь чем-нибудь помочь. Давайте я расскажу все о вашем магазине. Может нарисовать афишу или раздавать листовки. И да, придумать слоган. А что если под ним еще поставить подпись? О, или же лучше рекламировать слух. Ура, если Барбара поможет с рекламой, а наши лавки услышит все. Спасибо тебе за помощь. Мне не сложно от ваших слов, мне даже неловко стало. Ну и я еще подумаю и поспрашиваю у других, что можно сделать. Мы еще увидимся. Она вообще здесь не в тему. Ну ладно вам, серьезно что ли? Ну и да, орден и церковь будут гордиться вами. А, вместе мы справимся, конечно. Теперь Пайману еще больше хочется помочь. Мы должны из кожи вон лезть, но сделать все красиво. А, уууу, перед открытием благотворительного магазина благотворительности и торжества в творчестве необходимо накопить достаточно средств двумя способами. Продать сырье для вина торговцам вин. Помогать заморским гостям с заказами получать вознаграждение. Я понял тебя. Ладно, давайте воспользуемся управлением лавкой, ребят. Недоступно. Открывается после получения 32 тысяч средств! Сумасшествие. А, это то, что мы сэкономили, кстати. Заметьте, смотрите. Ё-моё. У меня сейчас просто... Просто я с ума сойду. Соберите 32 тысячи. Как я тебе соберу их? Лавка откроется после сбора средств. Ну, чё, мы начнем это делать? Да, наверное, да. Так, Диона. Диана, точнее. Извините, на время праздника Диана... Диона взяла отгулы. А вы не к Дионе, случайно? А мне надо подавать ингредиент льда вина. О, подождите немножко. Никак не могу найти список покупок. Продайте. О, это я могу... О, да, 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 да. Шишки! Шишки, наконец-то! Я могу продавать дурацкие шишки, извините. А, это всё максимум, что я могу, что ли? Ну, в принципе, ладно. У меня эти ресурсы достаточно много. Вот, кстати, семена дуванчика, ладно. Они, в принципе, мне тоже не нужны. Продать. Так, я сейчас всё это сделаю. А ну-ка, идите сюда, ребята. Где у нас там ещё торговцы? А-а-а? Да нет, я хочу к тебе... О, я хочу купить у тебя напитки. О, рецепт! Так, ребят, смотрите. Оказывается, тут можно что-то купить интересное. Вовремя я скупил, скорее всего, да? Ну, эти картелями, скорее всего, точно не нужны. А вот поговорить с тобой ещё разочек и продать тебе всё, что у меня есть, я с удовольствием. Яблоки, конечно, закатники, безусловно. Три тысячи сахарка этого. Волчий крюк, да? Валяшка, кстати, у меня... Ох, так у меня их так мало. Ладно, на тебе. Но мне этого недостаточно, да? Так, и сколько у нас, получается, уже собрано? Двадцать одна тысяча. Двадцать одна тысяча. Понимаю. Смотрите, кстати, да, галочки стоят, значит, выполнили. Я купец, уезжу по всему... Так, ищу доброго человека, чтобы он поговорился от моего лица. Подождите, а где мне их найти? Ребят, где мне их найти? Короче, короче, пока я бегал, я понял, что можно, оказывается, проще сделать. У них же есть возможность отслеживания, и это все попадает в задание. Естественно, после нажатия вот сюда можно посмотреть, где находится эта дамочка, и просто к ней подойти. Ладно, я прошу прощения за то, что я вас просто гонял по всему городу. Ну, что ж поделать. Так, отлично. По крайней мере, хоть разобрались. Вот она, эта дамочка. Поехали. Добро пожаловать, дорогие гости, что желаете выпить? Суть по виду, вы из далеких краев. Не уверен, что вам придется по вкусу мой чай. Я заварю байховый чай Юнь Лай. Если... подождите. Спасибо, но мы пришли не для того, чтобы угостить и слушать вас. Верно, мы надежные и посыльные. До Паймон дошли случая, что на праздники вина тебе нужна бутылка... Была нужна помощь специалистов в закупке напитков. Вот мы и пришли. Опиши подробности, какие напитки тебе нужны, и мы поможем тебе достать, сделать заказ. Вы отправились в Ливье, чтобы помочь другим заказами? Вот это отзывчивость. А я переживала, что не смогу никому не поручить это все. Вот, спасибо. Моряки, побывавшие в Манштадте, рассказывали, что мятные ягоды особый напиток, как таверный кошкин хвост. Утоляет жажду и успокаивает. Поэтому я хочу заказать 65 ящиков мятных ягод и вместе с другими напитками продать морякам. Это поднимает им настроение и повышает роботоспособность. Раньше торговцы из Манштадта, по-моему, моему запросу готовили равноценные товары. В этот раз, в преддверии праздника вина, мы собрали винный студень. Вот, возьмите. Денег, приготовленных для покупки, хватит с лихвой. А все, что останется, вознаграждение за вашу помощь. Хоть этого и недостаточно, чтобы выразить мою благодарность. Да пустяки. Не волнуйтесь, 65 ящиков мятых ягод мы не подведем. Скоро вернемся. Кошкин хвост. Ну-ка, давайте. Будем торговаться, согласен. А-а-а, да смотрите-ка. Нам не надо было в Манштадт-то, оказывается, лететь. Я бы сейчас, если бы не посмотрел бы, опять бегал бы по всему Манштадту, искал бы где купить. А-а-а, это просто ужас. Короче, добро пожаловать в таверну Кошкин хвост. Что желаете купить? Привет, Диана. У нас есть для тебя отличное предложение. Ну, вы сообщаете, видимо, об этом предложении, которое только что получили. Что? Небольшая лавка у Северного причала? Моряки из Стернового порта говорили хозяйке этой лавки. Кажется, госпожа Маргарита тоже покупала у нее ингредиенты. В последнее время, когда госпожа Цуицин продает морякам порту напитки, она также просит их рекламировать родниковую воду из деревни Цинце. Она покупает воду в деревне Цинце по высокой цене и продает ее там, где на нее есть спрос, лишь с трудом окупая этим собственный труд. Благодаря установленным ей как контактам иноземцы могут производить особые напитки на основе чистой родниковой воды из деревни Цинце, а пожилые люди, древние, получают хороший доход. Вот оно как. Бесполезная информация, как обычно. Ага, прикольно. Так, значит, Цин Цюицин такой хороший человек. Да, возможно, кошкин хвост установит с ней долгосрочное сотрудничество. Ладно, теперь перейдем к делу, сколько мятых ягод вам нужно купить. 50 штук и давайте торговаться. Судя по всему, это как раз будет 12 400. Ах, вы негодяи, как вы могли. Нет, слишком мало для меня. Тогда давайте 13 000. Это еще отвратнее может быть. Как такое? Ничего себе, ты прям... 13 600. Хватит испытывать мое терпение. Остановимся на цене, установленный госпожей. Да сколько же, это же вообще невозможно. Ну и ладно, спасибо тебе, Диана. Мы справимся, идем к Цин Цю. Так, в смысле? Так я же... У меня было 15 000. Я... Я же при этом даже не наглел. Обалдеть. Я расстроился, я расстроился. Я не ожидал такого, на самом деле. Такой торговли бессмысленной. Ладно, ничего не сэкономили. Это жалко. Но на самом деле, мне кажется, это не особо не имеет значения. За выполненное задание, по идее, мы все равно должны получить эти очки. Так, что у нас опять тут? Ах, вы вернулись. Напитки заказаны. Завтра их погрузят на корабль. Скоро они уже будут в порту. Держи документы. Договорились, как вы быстро. Сейчас, сейчас. Я заварю вам чай. Спасибо, не надо. Да-да, нам еще нужно заняться другими заказами. Желаю тебе успехов в делах. Но тогда в следующий раз обязательно приготовлю то, что вам понравится. Заходите почаще. Ну да. Не, ну подождите. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Они старались все эти квесты прописывать, но... А у меня 28 тысяч есть уже. Прикольно. Так. Вот она, эта деревня. Так, кстати, молодым человеком, видимо, надо тоже что-то провернуть. Какие-то мероприятия, интересно. Оу, есть. Мастер коктейлей из горных ди... Давай. Мастер. Гость издалека добро пожаловать. Приветики. О, нет, не так. Сначала надо представиться. Это всемогущая путешественница Макси Плей и лучшая подруга Пайман. Мы помогаем клиентам из далеких краев закупать напитки к празднику вина. Мы видели твое поручение и пришли с тобой поговорить. Вот оно как. Тогда не буду тратить время на болтовню. Я повар гуничуй. И мне нужны 100 ящиков праздничного сока. Мои товарищи целыми днями тяжело работают. И чай с добавлением праздничного сока поможет им восстановить силы. Хорошо, тогда мы приступим к работе. Ааа, приготовь нам средства для закупки. Все, уже давно готовы. Держите этот винный студень. Я уверен, что после выполнения заказа кое-что останется. Это будет играна за ваши труды. Отлично, тогда мы скоро отправимся в путь. Великолепно. Жду от вас хороших новостей. Как мы быстро договорились? Не, стой, столбом идем давай. А то он опять начнет болтать. Если хочешь что-то рассказать, давай сначала сделаем заказ, а уж потом договоримся. Чтобы быстрее сделать эту работу, тем скорее мы можем открыть лавку. Открыть лавку, ла-ла-ла-ла. Да почему они так долго болтают? Ну почему? Ох. Это же, понимаете, если бы это... Было бы еще какое-то определенное задание с каким-то сюжетом, но тут просто события. События. И хочется от этого события получить какой-то экшен, действие, да? Это снова вы. Опять помогаете. Точно, это раз нам нужно 100 ящиков прачи за высоко. Заказчик, повар Гуничуй. Из деревни Цинце. Мы готовы назвать цену. Получай, Георг. О, здорово вам хватает. Посмотрим, что вы предложите на этот раз. Ну ладно, смотрите, 24 тысячи, да? В этот раз я, может быть, в прошлый раз и ошибся. Это неплохое предложение, но доставить товар в деревню будет довольно трудно. Так что меня оно все-таки не устроит. Но, видимо, здесь можно получить не более, наверное... Ну давайте, 21 600. Неплохо. Ниже этой цены я опуститься уже не смог бы. Вы просто молодцы. Ладно, все будет как в прошлый раз. Я отдам вам документы и организую доставку товара. Это новый заказчик, так что отнесите ему документы. Да, мы это и сделаем. Давайте вернемся в деревню Цинце. О, отлично, кстати, мы реально сэкономили довольно много, да? То есть 3 тысячи без проблем. Вопрос, кстати, надеюсь, это никак не отразится на нашем общем счете. Это было бы, конечно, глупо, но посмотрим. Может быть, они придумали как раз... Надь, документы принесли. Ах, вывернули заказ на 100 ящиков. Размещен. Вот вам документы. Отлично, вы так много мне помогли. Я изучу рецептуру прачивого соку и смешаю его с чаем в особых порциях. Напоминает приготовление коктейля, только вместо коктейлей чай неужели это вкусно? Не переживайте, я ведь долго работал поваром. Такой напиток сочетается в себе прекрасный вкус и низкую стоимость. Я уже много раз его готовил. Хотелось бы попробовать. Как будете в следующий раз в деревне Цинце? Я вас угощу. Хорошо, пусть только Макси Плей попробует первый. Удачи, мастер коктейлей. Спасибо, заходите нам еще раз в гости. Ой. Так, давай посмотрим. Этого должно хватить. Пойдем к Барнхарду. Да, да, я про это и говорил, наконец-то. Нужно было просто выполнить данные задания, и на этом, видимо, все. Смотрите. О, да, да. Благотворительность. Это откроется только завтра, да? Подождите, соберите средства. Смотрите-ка. Мы реально добились успеха. Мы реально добились, безусловно, этого успеха. Так, а что нам остается? Управление лавкой. Благотворительная лавка. Наконец-то стартовалась ума так-так-так. Вознаграждение их заданий. Ну, я думаю, что это мы завтра уже сделаем, потому что тут уже прям насыщено очень все. А это откроется тоже в ближайшее время. Еще раз спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии. Продолжим проходить эти все события, получать награды и тому подобное. Читать поменьше диалогов. Возможно, не забудьте подписаться. Красная кнопочка под видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ну и увидимся уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Просматривайте мои видео до конца. Это очень важно для меня. Пока-пока.